Матушка природа постоянно нас удивляет. Каждый день в разных частях нашей планеты происходят загадочные и необъяснимые явления, которые не дают покоя людям. Ученые всего мира пытаются разгадать удивительную загадку последних десятилетий. Трещины и разломы в земной коре. Почему-то с 2010-го этих трещин становится все больше. Давайте узнаем о самых страшных трещинах на нашей планете, последствия которых могут быть весьма ужасающими. Тихоокеанское кольцо, находящееся в Индонезии, является огромным тектоническим разломом. На этой удивительной территории находятся 328 действующих вулканов. Всего на Земле известно 540 вулканов. Такая цепь вулканов охватывает территории множества стран протяженностью почти 40 тысяч километров. Но самой сейсмоопасной областью считается Индонезия. Такое огненное кольцо ставит под угрозу дальнейшее существование больших архипелагов. В любой момент из-за сильного землетрясения они могут уйти под землю. Поэтому если вы давно мечтали посетить Филиппины, Соломоновы или Курильские острова, у вас пока есть такой шанс, ведь всего этого может не стать в одночасье. Сегодня множество туристов отправляются посмотреть на действующие вулканы. Так действующий вулкан Керинчи – популярная экскурсия среди туристов на острове Суматра. Почему же эта территория настолько сейсмоопасна? В Огненном кольце одни литосферные плиты погружаются под другие, то есть океанические плиты под водой погружаются под континентальные, которые движутся им навстречу. Одни из самых крупных активных вулканов Тихоокеанского огненного кольца находятся в Мексике, в Андах, в Северной Америке, на Аляске, Алиутских островах, в Новой Зеландии, Индонезии и Японии. Разлом Сан-Андреас Разлом Сан-Андреас – самый известный и самый крупный в мире разлом. Большая его часть проходит по территории Калифорнии. Длина этой трещины около 1300 километров. Образовалась она из-за разрушения литосферной плиты Фараллон. Множество серьезных землетрясений с десятками человеческих жертв происходят именно из-за этого разлома. Здесь земля смещается аж на 7 метров. За последнее столетие наиболее сильно пострадал от землетрясений небольшой город Сан-Ан-Андреас. Именно землетрясение в этом городе легло в основу фильма «Разлом Сан-Андреас». В 2015 году геологическая служба сделала вывод о том, что в ближайшие 20-30 лет может произойти землетрясение с амплитудой более 8 баллов, что повлечет за собой очередные разломы. Гигантские рифты в Исландии Эти огромные трещины в земной коре сформировались из-за движений североамериканской и азиатской плит. Каждый год тектонические плиты расходятся на 7 миллиметров. Долгие годы опасность этих гигантских рифтов недооценивали. Но если посчитать, то за последние 10 тысяч лет эти трещины расширились на 70 метров. Некоторые ученые полагают, что часть разлома спрятана под ледниками. Если ледники начнут таять, это приведет к расширению разлома. Пока раскаленная лава скрыта тоннами льда. Но если льдинки растают, это приведет к огромной катастрофе. Исландия исчезнет с поверхности Земли. Огромная трещина в Кении Весной 2018 года рядом с Найроби образовалась огромная трещина. Ее длина составила несколько километров, ширина 20 метров, а длина 15. По предположениям американских ученых, именно этот разлом приведет через 50 миллионов лет к расколу Африки на две части. Причина образования раскола – движение тектонических плит. Эти плиты ежегодно удаляются на 3 сантиметра друг от друга. Другие ученые считают, что эта трещина появилась из-за постоянных дождей, а подземные толчки здесь не были зафиксированы. Гигантская трещина в Аризоне В пустыне Аризоны обнаружили раскол длиной более 3 километров. По последним данным, трещина растет в длину и ширину. Чтобы понять причину образования раскола, ученые использовали видео, которое было снято с помощью дрона. Земля в Пенал-Каунте предрасположена к появлению расколов и трещин. Но таких огромных трещин еще никогда здесь не было. Исследователи смогли установить, что северная часть раскола старше южной. Она даже уже размыта дождями. Южная часть трещины продолжает расти. Ее глубина около 9 метров, а диаметр около 3 метров. Впервые раскол был обнаружен в 2014 году с помощью изображения от Google Earth. Трещина все время увеличивается из-за осадков. Образовалась она потому, что под землей большое количество пустот, которые образовались из-за сельскохозяйственной деятельности. Именно деятельность людей привела к уплотнению осадка. Из-за этого расколов на земле становится все больше. Сегодня геологическая служба знает о 26 трещинах в этом районе США и следит за ними. По словам исследователей, эта гигантская трещина и дальше будет продолжать расти. Но благодаря своему расположению в пустыне она не вредит людям. Гигантские трещины в Перу. Огромные трещины на юго-востоке Перу появляются каждый день. Местные жители видели, как земля стала трескаться. И там, где была деревня, появились огромные провалы, которые поглотили животных, дома и даже людей. Людей здесь срочно эвакуируют, ведь в любой момент может образоваться новая трещина, и дома уйдут под землю. Еще в 2012 году после города Куско начались оползни, трещины и смещение земли. В марте 2018 года здесь случился самый серьезный и масштабный оползень, разрушивший более 30 домов и медицинский центр. После этого здесь образовалось около 53 расколов. Этот регион и сегодня считается очень опасным. Трещина на Аляске. После землетрясения 2018 года мощностью 7,2 балла на Аляске был введен режим чрезвычайного положения. Из-за этого землетрясения сильно пострадал город Анкоридж, обрушились дороги, а в аэропорту приостановили полеты. В магазинах разбились витрины, во многих домах пошли трещины, не работают светофоры из-за обрыва электролиний, обрушились дороги и мосты. Движение в городах Анкоридж и Уасилла стало невозможным из-за провалов на дорогах. Гигантская трещина в Антарктиде. В шельфовом леднике Ларсена ученые обнаружили новую трещину, находящуюся в 10 километрах от другой. По оценкам исследователей, ледник окажется в океане, образовав таким образом огромный айсберг. Этот раскол — это ответвление ранее существовавшей трещины длиной 160 километров. Образование нового разлома свидетельствует о том, что от ледника может отколоться большая часть, площадь которой будет около 5000 квадратных километров. Виной этому послужило глобальное изменение климата нашей планеты. Озеро Киву. Руанда и Демократическая республика Конго. Озеро Киву — пресноводное озеро, находящееся в восточно-африканской рифтовой долине. Оно находится на границе двух тектонических плит — аравийской и африканской. Котловина озера все время расширяется. Из-за этого меняется углубление озера и вулканическая активность на этой территории. Так в середине прошлого века случилось извержение вулкана Китуро. По словам местных жителей, вода в озере в этот момент закипела, а рыба в нем сварилась. Местные получили готовый обед прямо на озере. Но главная опасность таится под водами озера. На его дне находятся залежи углекислого газа и метана, взрыв которых приведет к гибели всех, кто проживает неподалеку. А это около двух миллионов людей. Толчком к такой трагедии может стать любое извержение вулканов. Байкальский рифт. На территории России тоже имеются разломы и трещины. Находятся они в одном из красивейших мест страны, которая является объектом из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Байкальской рифтовой зоне. Она представляет собой глубинный разлом коры длиной более полутора тысяч километров. Центральная часть этого раскола заполнена водой. Именно это место называется озером Байкал. Как считают исследователи, этот рифт появился в результате расхождения Амурской и Евразийской плит. Основная опасность здесь кроется на дне озера, которое представляет собой тектонический разлом. Прогнозы ученых относительно будущего озера весьма интересны. Они считают, что через пару сотен миллионов лет Байкал станет настоящим океаном. А сегодня здесь совсем другие проблемы. Местные жители страдают от регулярных землетрясений, из-за которых часть Земли уходит под воду вместе с домами. Периодически здесь бывают и извержения вулканов. Быть может, из-за всех этих трещин наша планета скоро расколется на части? Не хочется об этом даже думать. Но на нашей планете возможно все. Ученые ищут объяснения появлению новых трещин, последствия которых могут быть абсолютно разными. Тем более, что такие разломы стали появляться совсем недавно. Главное успеть вовремя понять причину и попытаться предотвратить глобальные катастрофы на планете, вызванные огромными трещинами. У нас на канале вы найдете еще много интересного. Подписывайтесь, чтобы не потерять.